всем большой привет добро пожаловать на мой канал и сегодня мы с вами будем раскрашивать ханну карлсон рассветный час в прошлом видео я показывала дэйзи флетчер я кстати ее прям раскрасила закончила снимать видео и на одном дыхании раскрасила получила просто громадное удовольствие правда ну собственно я сразу снимаю дальше следующее видео карандаш номер 66 груд фонар нужно было подточить воспользовалась этой точилкой но она кстати не ломает карандаш и если они сами по себе нормальные она два раза сломала вот этот карандаш мне это надоело поэтому я в обычный вот этой но смысле как механической точилки поточила с трудом вставила карандаш но вставила и в общем-то поняла что можно точить но просто знаете если выбирать между тем что вот придется по бестолковщине вот ломается да если некачественный какой-то карандаш будет ломаться и ты его сточешь вот до непонятного состояния как вот например получилось вот с этим карандашом хотя он еще не то чтобы в ноль сточен но все же и там порчи и рубашки карандаша лучшие попорчи вот например вот с этим карандашом он и в обычной точилки нормально точится но тем не менее мне все таки так то поприятнее вот немножко видите краска сошла ну и что ничего страшного зато карандаш заточен нормально и именно я его буду точить когда мне надо а не то что он там заточил сломалась потому что вот я уже за сегодня вот раз-два все это так надо сразу это выкинуть так ладно я уже выбрала для себя иллюстрацию я тут на ночь когда листала раскраску выбирала но как бы сказать вот это я пока просто честно не хочу красить потом хотя я обожаю лягушек все такое но потом ну и тут у меня раньше я не по порядку потом пошла по порядку и тут вот видите раскрашена вот а это иллюстрация не раскрашена я не люблю красит там лица еще что-то я подумала что пропущу и разворот я типа тоже пропущу вот и думаю либо эту раскрашу или там вот у меня видите здесь пропуск но я решила нет все таки я начну украсить вот это хотя тут вот прям знаете полный трэш из того что я люблю ты только мухоморчики все остальное прям трешак но хотя я вообще ханну карлсон очень люблю мне нравится ну ладно как бы ничего страшного раскрасим в принципе набор вот здесь у меня 120 штук брутфонеры но наверное для лица я достану сейчас вот этот набор ну чтобы сразу не париться по простому раскрасить кожу все дела не хочу с этим морочиться тем более я и сама как вы знаете не крашусь точнее крашусь по принципу макияж без макияжа и я не хочу как бы красить своих раскрасках как-то вот ярко то есть вот даже я не знаю когда выйдет это видео но там вот у меня будет 21 числа надо будет прям так у меня будет черное платье такое сумочка туфельки все дела вот но знаете это это там я не так у нее же здесь что платье вот это я не буду что-то специально делать выдумывать и тому подобное если слышите шум то что у меня хороший микрофон но это видимо этажом выше скорее всего наверное посудомойка кошмар какой в принципе она у них не каждый день так шумит поэтому без разницы я в принципе к этому конечно спокойно отношусь но все шумненько но с другой стороны я ж не знаю как например моя стиралка например скачет по ванной наверняка тоже людям дискомфорт поэтому ну вот это я вот не буду как-то там сильно краситься вот как есть так и есть ну единственное что я у меня же кожи сама по себе не блестит слава богу вот но сейчас я стараюсь все-таки добавлять какого-то сияние потому как ну это от каких-то недостатков немножечко как отвлекает внимание ну и поэтому в этой связи наверное единственное что я сделаю это где-то в каких-то местах наоборот после крема который небольшой блеск дает я где этот блеск не нужен я его пройдусь пудрой это максимум что я сделаю чтобы на каких-то нужных местах как раз было больше блеска это мой максимум потому что во всех остальных смыслах все будет как обычно ну и уж по понятное дело мне не буду я здесь никакие макияжи делать не люблю ну я даже не знаю я частенько когда уж если мне хочется чтобы у меня на фотографии там я могу и в приложении в каком-то это я сейчас стала лениться все это делать ну вот камера скорее всего будет высветлять до 100 процентов будет высветлять а я вспышка вообще все забила интересно если кольцевую лампу выключить и направить только этот свет не знаю все равно высветляет а вообще на самом деле в реальности очень даже хорошо получилось то есть все заметно где-то затемнение все как надо сейчас может быть еще только надо поточить вот здесь как раз тупым карандашом очень нехорошо так немножко здесь тут мне кажется полный порядок заодно сразу же заточу а может быть она у меня и тоже быстренько пойдет прям но если что вернуть потом я делаю спитера это не проблема главное начать теперь волосы в принципе волосы я всегда раскрашиваю карандашами от марки ашан вот эти 50 цветов я очень люблю но с другой стороны можно и брут фунерами попробовать по раскрашивать ну наверное возьму тогда карандаш номер два какой еще взять такой подходящий но пусть будет 4 4 наверное возьму еще у него заводская заточка и нужно наверное взять даже не знаю может быть 20 это какой у меня до 20 надо его заточить в нормальной точилке все карандаши я поточила теперь можно раскрашивать давайте вот хорошо придумала как подставку но посмотрим насколько это хорошо начну раньше мне нравилось кстати первое время раскрашивать волосы когда я волосы начала раскрашивать ну понятно что я красила их не так уж прям детально как многие но вот мне нравилось прям каждый волосок прокрашивать вот сейчас я уже ну раз под прядями делаю сейчас может быть не но сейчас я наверное вот каждый каждый вот такую малюсенькую прядку по раскрашиваю в общем сейчас я буду красить как раньше но только видите другие карандаши взяла потому что нура лежит коробка здесь лежит а то брутфунеры у меня редко используется хотя их люблю но я рассказывала что сейчас я все больше пришла мысли что там 24 цвета набор какой-нибудь мне наиболее идеально подходит нежели большой потому что действительно 24 цвета из них можно потом смешивать так далее даже 12 иной раз хватает и это гораздо удобнее ты уже эти карандаши помнишь знаешь что использовала какой оттенок из чего получала а здесь вот вытащишь если сразу не доделаешь это приходится знаете постоянно вот сюда стикер вклеивать типа для этого такие номера для этого такие потом снова коробку доставать какая-то такая ситуация что ну его так что не очень это с другой стороны это мотивирует если я начала брутфунерами раскрашивать значит даже вот я сняла хобби влог да если мне очень даже не хочется сидеть прям дальше есть какие-то дела и все равно найду время чтобы прям быстренько быстренько но доделать иллюстрацию или по крайней мере те элементы которые открыт карандаши взяла и показала во влоге дабы не оставлять здесь на столе и не подписывать всего не люблю такие моменты в общем пока вот так получается надо честно говоря приноровиться потому что все-таки с ашановскими карандашами я а ну собственно надо еще знаете взять коричневый карандаш сейчас я тоже его подберу я забыла совершенно я даже по моему здесь мне кажется ох не использую никогда я взяла а я поняла я вспомнила я же там использую желтый оранжевый кофейный и коричневый вот теперь я вспомнила но здесь они если подписано то не по-русски наверное мне нужно скорее взять 100 100 1 номер но я же уже этот цвет взяла и поменялась пока в качестве кофейного коричневый наверное 117 нет пожалуй я сейчас все это возьму так карандаши взяла теперь тогда надо немножечко здесь пройтись еще течет они наслаиваются так ты не очень мне кажется можно это бумаги странно ну в принципе я да маловато ими крашу поэтому так удивляюсь завтра у нас обещают жару мне важно чтоб в питере 21 числа не было жары а то будет весело в черном платье не надо я все равно в нем пойду по-любому вот видите как рубашку у карандаша портится ну ладно зато они заточены прилично карандаши в принципе на то и есть чтобы ими раскрашивать рисовать а не трястись на но вот какой плюс у этих квадратных карандашей то что они со стола не падают то есть но только если уж положить на края и задеть а вот они не перекатываются даже ну и трехгранные обладают такими же полезными свойствами но опциями точнее да но квадратные это вообще конечно в этом плане кайф что они не скатываются никуда так наверно потом можно за блендерить желтым даже может быть какой-то вон светло-желтые взять и и все вот этих волос мне прям по моему до конца вечера хватит мне еще сова здесь напрягает очень напрягает хотя я в целом люблю солушек но раскрашивать вроде не знаю как-то не лежит у меня душа здесь вот из всего мухоморчики но я не не стала с них начинать потому что я еще не уверена будут они стандартными красными или же я что-то еще приду может быть сделаю синими тоже не сказать что по регионам там уж зеленым неплохо неплохо по крайней мере не хуже чем раньше какая-то длинная прядка ну из какой мне начать просто когда здесь всякие еще вот украшения не люблю я вот это обходить как хорошо когда вот одна прядка ты и красишь и все шастый у меня уже наелся спит нагулялся и доволен вот дачу это все не будет видимо такое однообразненько дальше не знаю что будет мария тролли или еще ханна карлсон подумаю но если сейчас я уже пока что крашу не так много то мне хочется чтобы это было что-то либо сюжетное либо вот такое ну чтоб по итогу было что показать поэтому вот то что я начинала по номерам от клевера я до сих пор мне не лежит душа в питер с собой я ее точно не возьму потому что там мелкотня и в том же самом поезде не будешь это красить если я возьму номерную то это и стэшная вот это формата опять наверное ну и наверное все ну или как хотелось бы конечно одну какую-нибудь для карандашей но в целом я сомневаюсь что я там буду раскрашивать поэтому может быть да и сумки у меня будут немаленькие поэтому может быть я обойдусь только стэшные чисто по номерам и все и лучше возьму например вязание потом я расскажу в каком-нибудь влоге вы обязательно видите чего и как не она вообще карандаш и здесь хорошо себя ведут но вот по моему несколько слоев сделать не получится ну два например максимум до 2 а третий слой он уже пока не наслаивается как-то так сверху желтым вот в целом неплохо но получается что я уже 22 минуты хорошо вот этот фрагмент на камеру так где вот вот этим наверное что вот этот надо брови просто закрашивать этим цветом мне кажется будет хорошо глаза глаза будут понятное дело зеленые какой цвет не знаю взяла вот такой а ну вот нормально зеленые глаза сделаю ей это у меня сорок третий карандаш номер а вот здесь что это волосы вот здесь что это волосы и потом по контуру гелевой ручкой может быть так тоже пока еще не уверена не знаю так а губы каким бы губы пройтись цветом но тоже я не хочу ничего такого яркого наверное будет 95 я просто попыталась представить сейчас надо поточить каким цветом я бы накрасила своей поискала цвет своей помады но не скажу что это прям он но целом я правда тоже и помады это редко пользуюсь потому что ну забываю не буду я где-то знаете я утром на если я даже вы ну перед выходом крашусь в том я могу еще что-то воды попить еще чего-то и ну не буду я ее там брать с собой где-то краситься это дичь для меня просто поэтому ну как то так ладно буду влог завершать постепенно если видео понравилось то конечно же ставьте лайк подписывайтесь на мой канал огромное спасибо за за то что вы на меня подписываетесь смотрите видео огромное спасибо для меня это очень важно вот кто смотрит через vpn вообще просто вот просто огромное спасибо это очень классно вот ну и абсолютно всем я желаю здоровья благодарю за просмотр желаю уютных раскрашивательных вечеров ну и конечно же до скорой встречи и всем пока пока пока